Винограды 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 Я их попросил, чтобы они хотя бы по 50 драмов за килограмм приняли. Не помогло. Сказали нет и все. А ведь я деньги потратил на машину, на рабочих, которые собирали урожай, на загрузку. Только за одну машину я заплатил 30 тысяч драмов, плюс еще 10 тысяч за каждый дополнительный день простоя. И что мне оставалось делать с этим виноградом, 4 дня простоявшим под солнцем и дождем? Никто бы такой виноград не принял. Мне оставалось только его выбросить. 7 тонн винограда. Это труд всей моей семьи. А мне еще кредиты гасить. Бывают случаи, когда берем пробу и количество сахара составляет 6-7%. Такого просто не может быть. Возможно, сами фермеры заливают машину с виноградом водой, а возможно, просто под дождь урожай попал. Но даже в этом случае мы принимаем у фермеров виноград. Просим, чтобы они вылили воду, затем сдали. Естественно, уже по более низкой цене, соответствующей уже низкокачественному сырью. Это же их труд. Согласно стандарту, по словам специалистов, количество сахара в винограде должно превышать 18%. В этом году, по их словам, сахара в винограде накопилось мало. Максимум 14-16%. Я пришел помочь зятю своему. Он оформил кредит в банке. Единственная его надежда – это виноград. Надо помочь, чтобы урожай не пропал. И кредиты зять смог погасить. Сам я в этом году собрал 8 тонн винограда, из которых 5 сдал заводу города Масис по 150 драмов за килограмм. Остальные 3 тонны оставил себе. По 150 драмов только предприятия Гагика Царукяна принимали виноград. Деньги они платят тут же на месте. Но виноград при этом должен быть идеального качества. Многие едут на эти предприятия, стоят по несколько дней в очереди. Они им говорят, что не нравится их урожай. Они вынуждены перевозить свой виноград на другие предприятия, которые за такое качество готовы заплатить лишь 70-80 драмов. Деньги сразу нам не выдают. Говорят, в лучшем случае через 90 дней. Причем мы не знаем, почем примут. Радуемся только тому, что собрали урожай, лишь бы он не остался в поле. А как быть с нашими кредитами? Их же никто не заморозил. Если государство не может протянуть руку помощи, пусть забирает эти земли у народа. Вместо этого пусть построит заводы, фабрики, чтобы люди нашли там работу. С утра до вечера работаем, все безрезультатно. Урожай большой в этом году, но не настолько, чтобы его не смогли сбыть. Проблема возникла с ценами на виноград. Если в прошлом году я спокойно сдал все свои 8 тонн урожая по 130 драмов за килограмм, и деньги мне выдали сразу же, то в этом году предприятия принимали по 110-90 драмов. При этом нет надежды, что хотя бы до декабря смогут нам эти деньги выплатить. Ни один житель села по сей день не запасался на зиму необходимый. Все ждут, когда предприятие им выплатит деньги. В прошлом году компания «Спайка» закупала у нас виноград на экспорт по 150 драмов. В этом году очень мало закупили, причем уже по 100 драмов. А сдавать урожай по 100 драмов – значит не иметь прибыли. Хоть бы организовали и вывезли урожай за пределы страны. Очереди в пунктах приема урожая в Министерстве сельского хозяйства связывают с паникой среди фермеров, которые поспешно собрали свой урожай ввиду погодных изменений. Министр призвал фермеров не паниковать и собирать урожай согласно графику. Прием урожая, по его словам, продлится до 25 октября. Предприятие начало принимать виноград с 29 сентября. Фермеры впали в панику, думали примут ограниченное количество урожая и собрали весь свой урожай. Сотни машин стояли перед заводом, стояли по несколько дней. Естественно, виноград испортился. Сами предприятия связывают создавшуюся ситуацию с внешними факторами. В первую очередь это связано с инфляцией рубля приблизительно на 80-90%. А основной наш рынок для экспорта вина и коньяка – это Россия. Ну а во-вторых, в этом году урожай был беспрецедентный. В нашем районе фермеры собрали в полтора раза больше винограда, чем в прошлом году. И это на фоне резкого сокращения объема экспорта виноводочной продукции. Конкретно наше предприятие в этом году реализовало свою продукцию на 70% меньше, чем в прошлом. Поэтому и предприниматели очень осторожно относятся к приему винограда, поскольку не могут прогнозировать экономическую ситуацию в России, которая напрямую зависит от ее отношений с Европой и Америкой. Наши алкогольные напитки на российском рынке подорожали почти в два раза в связи с курсом рубля, а покупатели не готовы заплатить в два раза дороже. Освоить альтернативные рынки очень сложно, поскольку с нашей продукцией там пока еще никто не знаком. Мы можем иметь идеальную продукцию и при этом не иметь возможности реализовать ее. Эксперты считают, что проблемы у фермеров в Армении возникли из-за того, что рынок сбыта вина и коньяка ориентирован в основном на Россию. В целом экспорт вина в этом году сократился на 40%, а экспорт коньяка – на 50%. Тем не менее, согласно договоренности с правительством, перерабатывающие предприятия продолжают заготавливать виноград, что несет в себе большие риски. По мнению председателя Союза виноделов Армении Авака Рутюняна, Армения может встать перед угрозой повторения сценарий 1999 года, когда правительство принудило предприятие принимать виноград, а Россия оказалась в дефолте. Последствия весьма негативно сказались на сельском хозяйстве Армении. Однако разница между нынешней ситуацией и ситуацией 1999 года, считает Рутюнян, в том, что тогда страны Западной Европы и США хотели возрождения российской экономики, а сейчас наоборот. Они применяют санкции в отношении России.